Доброго вечера. Привет. Добрый вечер. В общем, друзья, вышли мы погулять, показать вам вечерний Краков. Вот мы снова на центральной площади. Называется здесь рыночная площадь. Давайте отдалю вам. Честно, рассчитывали, что будет немножко больше света. У нас было видео вечерний Киев. Как-то было поярче. Ну ничего, давайте посмотрим. Так темненько, интересно, красивенько. Ну вот, конечно, вверх костёла горит красиво. Ну да, такая коронка. Корона. Всё, идём вперёд. Вечерняя прогулка у нас. Красиво и темно. Но ничего страшного. Людей, кстати, мало. Сейчас июль месяц, напомню, но холодно. Плюс 13 всего лишь. Мы одеты очень сильно. Такое впечатление, что поздняя осень. Да. Идут дожди. Весь день сегодня у нас было то солнце, то дождь. И под ливень мы попали приличненько сегодня. Такая погода нынче в Европе. Кстати, встречаем много людей. Ну вот в футболках идут. Я не знаю, как они идут в футболках. Мне прохладно. Я надела длинным рукавом кофту. Я надела олимпийку спортивную. Я надела куртку. И чувствую себя нормально вот сейчас. Красиво. Люди сидят. Большинство гостей сидит внутри. Ну, а крепкие мужчины с коротким рукавом позволяют себе сидеть на улице. Пить вино. Ох, красиво. Сипонные ряды. Мы там с вами уже были. Там просто кафе. Смотри, я тогда заметила еще. Видишь, над арками. Вон идет, где фонарики. Там кафе. Да, где фонарики, кстати, вот сверху. Там, да, там люди ходили. Ну, что-то, не знаю, смотрели, тоже любовались. Куда это Хлорианская, да? Хлорианская улица. Но мы на нее зашли просто с другой стороны, когда попали. Ну, тут сейчас ярко, кстати. Кажется, что ярко, но на самом деле темно. Красивый огонь, смотри, какой, Наташа. Видишь? Ну, да. Наташа, обогрев. Точно, обогрев хороший, я думаю. Да, так. Я там сидишь, наверное, давно тепло. Потому что прохладно. Идти хорошо. Я скажу, сидеть, наверное. Ну, раз и что, спиртное пить. Ну, людей очень много. Людей много гуляет. Очень много туристов. Много и поляков, конечно, местных. Ну, а там мы были, на самом верху. Мариатский костел. Очень красиво. Ну, идемте, пройдемся, посмотрим, чем себе можно занять. Чем-то люди развлекаются. Да, чем-то люди развлекаются. Чем себя можно занять? Вечером в Кракове. Вон, какие-то фигнюшки, побрякушки. Ой, это рок-кафе вот это. А, хард-рок-кафе, да. А сколько там? Четыре этажа, что ли? Да, ладно. Ну, да, посмотрела. Ну, четыре этажа, но два какие-то не очень жилые, по-моему. Как же, вот оно подсвечено. Там наверху нет, где темно, понятно. А вот подсвечены первые, большие окна его, да. Ого, класс. Да, хард-рок-кафе. Люди наслаждаются, гуляют. И пахнет колбасой. Да, пахнет колбасой. И вкус такой, запах такой, точнее, не вкус приятный. Вкус приятный был на завтраке сегодня. Враги, я помню, мне пахло духами, вафлями. Вот их вафли именно. Вкус и мясом, жареным мясом. Но не колбасой, а здесь пахнет колбасой. Постоянно пахнет колбасой, вкусной и с таким свежим зеленым луком, да, по-моему? Мне тоже, честно, помню. Цель за колбаса. Мне вот чувствуется. Давно мы колбасы не ели просто. О, и все? А что такое? Я видела, какое-то шоу закончилось. Все же башки едут. Работают. В принципе, все мы с вами именно здесь уже посмотрели. Сейчас просто осматриваемся, как оно вечером. Сейчас где-то 10. Ох, какой вид красивый. Давайте отдалю. Амариатский костел. Мирок-кафе. Вообще красота. А очень странно. Если они там что-нибудь там, не помирились и что-то там строили. Я могу перепутать. Я могу это, может, про Вавельский замок. Нет, нет, про это. Либо про Мариатский, либо про Вавельский замок. Про это, про это. То есть, вот смотри, два последних, которые меньше, две вот такие вот пролета, да, они больше, если бы они строили одинаково, да, вот оно идет. Одинаково, одинаково, одинаково. И два пролета, которые меньше, да, вот один с правой стороны, то они шире, чем там. Что-то не то. Может, достраивали что-то. Может, легенда просто. Драматическая драма. Люди будут драма просто. Ну, а если это было на самом деле, это ужас. Не повторяйте. В реальной жизни. Одно того не стоит. Здесь как-то покрасивее, даже поярче. Смотрите, лестница, друзья. Угу. Фонарь и так. Вариатский костел. Лошадки на дежурстве. Слышим топоток. Суконные ряды закрыты сейчас. Понятное дело, людям надо отдыхать. Поработали уже. Хватит. И музей. Откуда в понедельник бесплатный вход. Посмотреть на город. Ну, а все остальные не платные. Но мы пошли через Мариатский костел и не пожалели. Мне кажется, здесь в любую улочку заверни. Будет красиво. Мерзнем, да? Мерзнем, мерзнем. Июль. Половина, между прочим, уже июля. Шутая. Так красиво, когда много так огней и костра. Ух. Как классно. Подогревают. Подогревают. Ну да, приятно. Потому что я не знаю, как сидеть. Очень-очень холодно. Люди как-то сидят. Ну, если выпить, возможно, нормально будет сидеть. Но мне кажется, что... О, как красиво. Какие-то мерзляки. Мне кажется, классно здесь побывать еще на Рождество. Еще очень хочу посмотреть голову. Темную, в которую мы залазили в прошлый раз. Наш флаг висит. Приятно. Так, вот, давайте посмотрим. Что-то я думала, что может там будет как-то она освещена. А где? Ну, не знаю. В глаза что-то вставить, чтобы они ярко горели и пугали людей. Нет, голова просто печально лежит. Никто даже уже к ней не проявляет интерес. Уже все. Были зрелища, теперь люди хотят хлеба. Что, в принципе, пройти такой кружок, как мы прошли с вами. Ну, прикольно, интересно. Наташа еще хочет в какую-то улочку завернуть, пройти посмотреть. Кого я хочу? Вулочку ты хочешь завернуть. Да, пойдем. Ну, давай, Наташа. Да, куда-то. Пойдем, потеряемся, заблудимся в Кракове. Да, как побудиться? Так, я надеюсь, вы с нами. Идемте блудить по ночному Кракову. Точнее, это Краков Вечерний. Столько, 10 часов. Так что, Краков Вечерний сегодня у нас. Нет, мы повернули направо. Увидели какую-то красивую арку с такими барельефами овечек. Здесь Старбакс находится. Да, кафетерий. Ну, просто красиво как-то. Решили заблудиться в Старбаксе. Ну, мы это могли и в Эмиратах сделать, в принципе. Да, там какое-то кафе. Кафе какая-то, да? На нем, говорит, вино. Жеки, я не знаю. Дикое вино. Дикое вино какое-то, да? Ну, дикое вино это одни сегодня. Ну, красиво. Напоминает, как мы в Дубае блукали и искали супель бахар. Смотри, пивница под баранами. Ну, такие, а вот бараны. Пивница под баранами. А кто бараны у нас? Не знаю, вот видишь, два барашка. Называется просто под баранами, наверное. Они находятся под баранами. Ну, прикольно. Очень уютно. Как-то, ну, где, где-то снимали. Вот. О, сколько формы лютые. Да, смотрите. Популярное место. Люди отдыхают. Это камера совсем темная. Но никто тут не живет. Ну, лучше там жить. Да, если здесь жить, то это жесть, конечно. Темновато тут. Все, идем, выходим от себя. В общем, кому пивницу под баранами, попить пиво, думаю, с баранами. В смысле, с вкусным мясом имелось в виду. Вот вам сюда. Ну, кому кофейка, Starbucks, welcome, всегда ждет вас. Кстати, там тоже что-то лун есть. Смотрите, за 27. Но это с утра, наверное. Кофе, бутер, вроде кросса. Ну, прям вообще класс. В пивницу там? И Starbucks обходит стороной. Вот она, молодежь-то. Да, прям, слушайте. Заворачивает и заворачивает. Вот сын. Вот это я понимаю. Вообще, это же будет, да? Да. Сегодня вторник, рабочий день. Молодежь, видно, отмечает тяжко законченный рабочий день. А ну, прощи, это слово, Наташ? Чезотка. Как чесотка, да? Чезотка какая-то, чесотка. Ну, это не чесотка, наверное, что-то какое-то, что-то вкусное. Вкусная какая-то чесотка. Ну, давай посмотрим, что в чесотке. Бар там? Ну, да. Ну, вот такое интересное название у бара. Да, это бар. Наташа, аккуратно. Мы гуляем, не упади. Прогуляться древними старинными улочками. Вот кто-то уезжает или приехал. Не, ничего, давай уже. Аккуратно. Решили пройти, давайте уж пройдем. Шаверма, шаурма продается. Кому шаурмишку, вам сюда. Непростая шаурма, с мороженкой. Смотрите, мороженка есть. Ай. Мальчик улыбнулся, кивнул. То есть, да, есть шаурма, есть мороженка. Самое оно. Крусман. Да, это как Уотсонс. Магазин вот тоже. Молодежь веселится. Реш, сейчас прикольная какая-то, может, музыкальная тусовка. Все такие потлатенькие. Все потлатенькие. Музыкальная тусовка, может, какая-то. Они тоже люди отдыхают. Культурно отдыхают. Так, это что-то тоже. Слушайте, знаете, тут очень много еды, что мы заметили. На каждом углу еда, на каждом углу пабы, на каждом углу красивый дом с какими-то старинными барельефами. Наташа все подмечает, говорит, они столько едят, у них столько еды, почему они не толстые. Ну вот, кто знает, секрет пишите. Я думаю, что они много ходят, у них город очень такой красивый. Здесь я так смотрю, что вот в таком местности автобусы же не ходят, да. Поэтому они двигаются, что им делать, они двигаются. Так, машина там едет, давай. Да. Ой, какие ботинки в синего цвета красивые. Пока мы ждем, машина уже приехала. Вот, заворачиваем уже в другую лодочку, идем. Так, Наташу-таки понравились ботиночки. Ну, бог, какой красивый. Ну, тогда тоже какой-то такой отливает таким цветом. Смотри, бабочка из кофе, да, из бурштына, из кофе. А, да, слушай, ты заметила, интересно. Вот, красиво. Туда улочка уходит куда-то. Еще. Не знаю, давай вот туда вот. Прямо, прямо свернем налево и как раз где-то к отелю выйдем примерно. Что сегодня мы уже находились только. Очень много видео сегодня сделали. Надеюсь, вам будет интересно. И решили выйти, снять крапка вечерней, посмотреть просто. Везде музыка, опять-таки, пабы открыты, столько людей гуляет. Но все-таки предположу, что больше туристов, чем местных, потому что, ну, я не знаю. Молодежь, наверное. Не знаю, как можно вот вставать после гуляния и так идти на работу. Не знаю, потому что старые уже, видимо. Просто у нас сейчас такая релаксная прогулка перед сном. Что я такое? Кубики с над руками. Кубки с над руками. А, надрукувать. Персональные делают. Понятно. Набивают принт. Ой, красиво. Какие вот. Оно сейчас увеличит чуть-чуть. Фонари такие. Голебер. Улица Голубая. Что-то еще открыто. Какое дело? Коко. Коко. Можно в коко что-то попить еще, по-моему. Кофеек или алкоголь какой-то. Кофе точно есть, я вижу. Ой, везде какие-то веселые крики. Кстати, нам вот спалось так, как-то шумновато чуть-чуть. Но прикольный такой шум, неплохой. Да? Нам спалось шумновато, но шум неплохой такой, не раздражал. Люди гуляли, люди разговаривали. Да, как бы. Мы знали, мы читали в отзывах, что такое может быть. Смотрите, снова. Просто ночная жизнь крахала. Но это очень много, слушайте. Очень много. Мы не все показываем, но просто так. Старое место. Душевно, душевно. Вот еще. С ума сойти. Здесь прямо с ценами всякими. С чаем пахнет. Воском. А, ладно, я понимаю. Такими воском именно пахнет. Рестораны здесь. Стик Раков, по-моему, никогда не спит вообще. Десять только все начинается у людей. Ну, наверное. Ну, тут вообще как-то людей нет. Людей мало. Такое, все такое немножко темное. Тут 22-го крова это. А двери, боже, ну, это шикарно. Шикарно. Дерега. Двери, дверьми восхищаются. Вообще. А в номере у нас какие двери? Там же видно. А наличники эти. Звон слышите? Класс, красота. Наташа нашла наливки. О, прикольно. Кстати, можно выбрать бутылочку. Вкусную наливку. Можно со своим прийти. Хоть, не знаю, с пластиковой 0,5-1,5. По-моему, это ворле и решки показывали. Это он? Ладно, давай. Не знаю, по-моему, похож. Ой, смотри, потолок как вагонка. Я такого не видела. Или это зеркало? Я не могу понять. Трубач играет. Так, и где этот магазин? Где этот вход? Я не помню, честно, как было. Улица Брашска. Ну, как Брашка звучит? Ну, как Брашка, да? Вот, вот такой вот магазинчик, где можно зайти и всё попробовать. Расписание до 20. Что-то очень похоже на вот это вот. Что за красота такая? Подожди. Ох ты, пряничный домичек какой. Красиво. Какая-то красота на втором этаже. Посмотри. Это квартира или это что-то в продолжении? Ух ты. Это как, я не знаю, в Америке такое делается. На третьем этаже тоже. А что в Америке? Это же Польша. Не знаю, что я в фильмах видела. На третьем этаже. И уже там наш отель будет за одну-две минутки. Друзья, ну, вот такое сегодня релаксационное видео. Надеюсь, вам понравилось. Просто погуляли, Краковом подышали прохладным воздухом. Плюс 13. В общем, надеюсь, у вас все хорошо. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Будем очень рады. Спокойной вам ночи. Наташ, спокойной ночи. Доброго сна. Желаем увидеть осла и козла. Осла до полночи, козла до утра. Доброй ночи. Спокойного сна. Наташу больше пива не наливать, я поняла. Налейте, налейте.